Вот еще одно обращение. Татьяна Баталова. Здравствуйте. Не раз писала. Дом у Ватутина 54 в ужасном состоянии. Плесень, крыша течет, огромные тещины. Он скоро рухнет. Может, кто-то приедет и посмотрит. Александр Егорович, я попрошу вас после эфира выехать на место, посмотреть дом Ватутина 54. Посмотреть состояние. И о методах решения этой проблемы мне доложить. Проблему на прямой линии обозначили. А значит, нужно решать. Мы тоже выехали к дому на Ватутина 54, чтобы лично убедиться, в каких условиях там живут люди. Потеки на фасаде и внутри дома лучше любых слов говорят о том, что крыша превратилась в решето. В подъезде стоит запах плесени, а также лестничный пролет выглядит как после бомбежки. Управляющей компанией у пятиэтажки нет, а ремонтом и содержанием занимается обслуживающая организация по минимальному перечню. По адресу Ватутина 54, где граждане обращались о том, что дом является аварийным, была встреча с заявителем. На четверг определено необходимость проведения общего собрания дома, в котором будет определено о необходимости проведения экспертизы на аварийность дома. Кроме этого будет определен порядок и перечень работ, которые необходимо будет провести. Многоквартирный дом на Ватутина был построен в 1965 году. Раньше в нем были коммунальные квартиры, а сегодня многие собственники в своих комнатах не живут. Окна выбиты или заколочены, из-за этого и сырость с холодом. Капитальный ремонт по графику запланирован только на 2032 год. После экспертизы сроки обещают подвинуть, но дыры залатать нужно уже сейчас. Договор подряда заключен с подрядной организацией ООО «Хоумгрупп». Договором подряда не предусмотрено проведение ремонтных работ текущего капитального характера. Для проведения текущего ремонта кровли, фасада необходимо проведение общего собрания собственников, на котором необходимо определить перечень работ, источник финансирования. И управляющая компания готова приступить к работам после принятия решения. Администрация города вместе с региональным фондом модернизации ЖКХ помогут жильцам с оформлением необходимых документов, чтобы ускорить капремонт.